Всем привет, вы на канале SkyNN, и мы продолжаем прохождение растений против зомби 2 Ecclise. В этой серии я изначально планировал, что мы будем проходить оставшиеся уровни Ночного Египта. Но дело в том, что я уже в который раз не могу пройти тот самый злосчастный пятый уровень. Ну никак не получается у меня. Я, наверное, раза четыре уже попробовал. И на самом деле это уже вторая запись. Первая была начата полчаса назад. Я вот сижу, прохожу этот самый пятый уровень, у меня никак не получается. И скорее всего я просто вот эти вот полчаса выкину, мы забудем про этот пятый уровень и вернемся к нему уже как-нибудь потом, когда найдем более подходящее растение. Потому что с тем, что имею сейчас, я пока не могу пройти. Ну не получается что-то у меня. Я пробовал и тройным грохострелом, и драконами, и поодиночке, но что-то не получается. Ну поодиночке имеется ввиду с растениями, которые бьют чисто по своей линии. Допустим, вот капуста. Я подумал, что капуста это самый такой, ну, неплохой вариант, который бьет именно по линии. Если не учитывать, тройные грохострелы и драконов. В общем, с капустой тоже не получается. У меня вот видите, солнышек практически нет, подсолнухи все сожрали. Я не успеваю, короче, накопить, выстроить себе нормальную оборону. И поэтому, по сути, миссия обречена на провал. Что взять вместо капусты? Я не знаю. Если, допустим, взять какой-нибудь грохострел, то тут, наверное, ничего особо не поменяется. Еще был вариант взять этого, как он, бумеранг. С бумерангом тоже не все гладко. Ну, самая большая проблема, что я просто не успеваю накопить солнышки, в общем-то. Поэтому, все плохо. Драконы бьют по маленькой дистанции. Нужно, чтобы их защищали. А если на клетку впереди ничего нельзя посадить, то мы защитить дракона никак не сможем. Так что пока что мы на эту миссию забьем. Вернемся уже когда-нибудь потом. А сегодня, давайте попробуем поиграть в челлендж. Я, кстати, подумал, что, возможно, было бы неплохо иметь себе пенек. И в таком случае взять какой-нибудь грохострел вместе с пеньком уже, может быть, что-то получится. Пенек, по сути, крепкий. Он сможет еще защищать нас. И улучшает наши грохострелы. Поэтому давайте попробуем все-таки пройти С2. Не знаю, получится у нас или нет, но мне кажется, в этот раз мы должны справиться. Давайте попробуем. А этот Египет пока пусть лежит, отдыхает. Пускай подождет нас. Да, точно. В этот раз у нас появился вот такой вот дядька. Блин, я даже не знаю. У нас, кстати, в тот раз, по-моему, не было ледяного грохострела, да? Эта миссия вроде как очень быстро начинается. Сразу какая-то путаница. Куча зомбарей идет. Надо как-то быстро от этого всего защититься. Давайте возьмем вишенку. Кабачок тоже можно взять. Тир я, наверное, поменял бы ему. Ну давайте попробуем вот так. Если не получится, может быть, повысим ему тир. Но мне кажется, должно хватить. А, блин, здесь нет газонокосилок. Точно, я забыл. Тогда пропускать нам нельзя никого. Я думал некоторых зомби пропустить, поэтому минку не взял. Значит, нужно по-быстрому отстроиться. Снизу, наверное, пускай уже заморозка будет стоять. Да и здесь тоже не помешает. Там как раз таки идет зомби с факелом. Как раз и его тоже замочим. И потушим его огонек. Давай сюда бонгчой. Отвлекись! Ну ладно, он справился, в принципе. Ладно, хорошо. Пусть будет так. Здесь нам тоже нужен Грехострел. Также он не помешает сверху. Блин. А давай просто кабачок сюда посадим. Сверху пускай Дуриан пока что будет оборонять. Вместе с бонгчоем. Ага, блин. Че так жестко-то? И как мне против вас здесь обороняться? Вот против тебя лично. Так, отвлекаемся все на солнышке. Солнышко, давай-давай. Отлично. Так, ну вроде выдержали. Весь этот натиск. Нужен срочно Грехострел сверху. Снизу давай подморозим еще сильнее, чтобы он подольше там находился. Потому что с ведром чувачок идет к нам. Идет тяжелая артиллерия. Мистер Пирамида Головый. Нам обязательно нужен здесь бонгчоем. И Дуриан. Я думаю, справимся. Слушайте, а мне кажется, на этом ряду можно продолжить выстраивать бонгчои. Потому что я считаю, что не один раз еще вот так вот вместе с Торнадо придут эти зомби. И будет плохо, если они сожрут наши Грехострелы. Так, пошла первая волна. Вот она, по-моему, была жесткой. Посередке пойдет крутой... А, не, не посередке. Но в любом случае пойдет крутой зомби с этим. Давай мы тебя разрушим. Стой, стой, падла. Блин. Бонгчои, пожалуйста, помоги нам. Заморозься. Блин, все плохо. Мы в какой-то заднице, честно говоря. Да хорош, сдохни. Ну, пожалуйста, не съедай. Да съедел, падла. Давай. Блин. И вот что нам делать? Как нам выживать? Ну, пока живем, конечно. Но, блин. С трудом, я бы сказал. Прям с большим, с трудом. На этом ряду все-таки нужны не бонгчои, а дурианы. А в конце вместо подсолнухов можно посадить еще горохострелы. Если, конечно, успеем, потому что осталось не так много. Так, хорош. Здесь есть, да, все готово. Все отлично, кстати, нормально. А, блин, вот здесь вот плохо. Вот здесь все плохо. Ну, не того. Не того ты заморозил. Придется потратить. Ох, нифига. Сразу вдвоем пришли. Ну, давай так сделаем. В дальнейшем, не знаю, выкопаем, не выкопаем, уже без разницы. Главное с этим исправиться. Ой-ой-ой-ой. Плохо дело. А, он не заморозил. Смотрите, заморозка не действует здесь. Только вот такая. Какого фига? Блин, а я не знал. В прошлый раз я этот момент не заметил. А почему он здесь так быстро сдох? Из-за того, что два горохострела было? Все-таки нужна была, наверное, вишенка. Ну, короче, мы сможем заморозить их только с помощью салатика. По-другому никак. Надо быть готовым к этому. По-любому сейчас на последней волне парочку пробежит. Вот таких вот жестких зомби с факелом. Ну, пошла волна. Блин, а что так жестко-то? А что так вас много? Давай по спине бить. Блин, ну что нам делать? Я не знал, что будет такая жесткая волна. Короче, нужна вишенка. По-любому. Так, в общем, взял я вишню вместо кабачка. Еще, конечно, было бы неплохо иметь у себя минку. Но, к сожалению, из этого я ничего убирать не хотел бы. Потому что будет сложно. Или, может быть, убрать дуриан. Блин, но дуриан помогает нам, когда торнадо приходит. Вместе с зомбарями. И, по-моему, еще зомби с ведром там может прийти. И в этом случае дуриан может помочь. Ладно, давайте попробуем чисто с вишней. А там уже будет видно. И, наверное, в этот раз я на последнем ряду буду сажать горохострелы. Поэтому давайте подсолнухи будут на втором. Да и вообще было бы неплохо сделать два ряда подсолнухов. Потому что один, по-моему, было мало. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас все решим. Не хватает нам, конечно, ресурсов очень мало. Блин, там зомби с ведром. Вишню, что ли, использовать? Ну, давай. Вариантов немного. Давай дуриан. Потому что по-другому мы не сдержим. Блин. По-моему, это попытка какая-то не очень. Не успеваем мы. Ой. Горохострелы нужны срочно. Так, сейчас пойдет волна. Короче, используем вишню вот здесь, да? Как раз таки уберем вот этого. Ага, вот и зомби с ведром. Здесь давай тоже заморозим. Блин, сейчас все сожжет. Да елки-палки, что с ним делать? Ничего не сделаешь. Давай быстрее. Да и, блин, ну какого фига? Взял и сжег. Вон этот. Дуриан. Дурианчик. И надо бы, наверное, потихоньку убирать вот эти подсолнухи и сажать туда горохострелы. Солнышек, конечно, не хватает. Опа. Пошли два брата-акробата. Мы их сразу же бахнем. Ждать смысла нет. Давайте заранее сюда посадим салатик. Я надеюсь, он сдохнет раньше. Пожалуйста. Отлично. Потому что скоро волна. И желательно, чтобы на этот салатик встал зомби, который крутой вместе с факелом. Посередине троих мы взорвем. И снизу нам желательно тоже опять-таки заморозить. Пока непонятно, пойдут еще зомби или уже... Это последние до волны. Но мне... А, во, как раз таки все, все отлично. Так, вишня, пожалуйста, быстрей. Вишня. Фух, отлично. А вот здесь что делать? Блин, не хватает... Не того... Фух, жесть. Убей его. Не убьет, что ли? Блин, не убил. Дуриан срочно нужен. А как накопить на дуриан, если нет солнышек? Блин, солнышек тупо нет. Пожалуйста. А вишня, нам нужна вишня в этом случае. Пожалуйста, вишенка. Срочно. Фух, жесть, мы прошли. Блин, классно. Ну на грани было, прям очень на грани. Мы могли просрать. Я забыл, что их по два будет. Здесь я успел поставить два салатика, а сверху я что-то не учел. Из-за этого мы могли просрать. Ну и плюс у нас просто один подсолнух был. Было бы побольше, мы по-любому справились бы. Посадили бы сюда бонгчой, дуриан и еще что-нибудь. И горохосрел, кстати, остался бы жив. По сути, просто не хватило солнышек. В этом была большая проблема. Наконец-таки получаем пенек. С пеньком, может быть, дело пойдет в гору. Можно было бы попробовать пройти еще какой-нибудь секретный уровень. Блин, вот этого я хотел бы себе получить. Насчет вот этих растений я пока не знаю. Все, конечно, прикольно, но полезность их не очень высокая. А вот дракон ледяной. Вот его, кстати, тоже можно было бы здесь использовать. Он же бьет сразу на три линии. А давайте попробуем. Почему бы просто не ознакомиться? Может быть, уровень получится не особо сложным. Сегодня пойдем по челленджам. Так, то ли нам нужно пройти уровень меньше, чем за 8 минут, либо продержаться меньше 8 минут. Короче, не совсем понятно. Давайте посмотрим. Так, волшебники, гаргантюа. Ну, давайте для начала попробуем так, заодно протестим пенек. Вместе с двойным горохострелом. Почему бы и нет. Так, сразу зомби пошел. Блин. А давай подсолнухи тоже посадим. Они будут давать больше солнышек. Так, первый горохострел пошел. Меняем на подсолнухи. Блин, с волшебником не знаю, что делать. Давай, шель. Кабачок. Образовалась проблема. Придется кабачок тратить. Блин, сверху тоже проблемки. И снизу. Да елки-палки. А вот снизу что делать? Кабачок? Да и вот здесь. Блин, короче, проблема. Проблема на проблеме. Может, сожжем его как-нибудь? Непонятным образом. В принципе, сожгли. Но что дальше делать? Я пока без понятия. Блин. Все, короче, приплыли. Потому что гаргантюа идет. Снизу нам не хватает. Так, ладно, я понял. И что нам делать? Ну что, попробуем пройти вот таким составом. Решил я все-таки взять могила еда. Попробуем вначале вот эти могилки залутать. Также сменил тир у горохострела до первого. Потому что он был слишком дорогим. И убрал подсолнух. Мне кажется, грибочков нам хватит. Давайте попробуем. Тут самая большая проблема именно в волшебниках. С ними справиться тяжко. Можем уже потихоньку сажать в горохострелы. Первый волшебник вроде снизу шел, да? Я надеюсь, во второй раз он тоже будет снизу идти. Не жри, пожалуйста. Отлично. Спасибо тебе, друг. Так, убираем все это. Так, ну начало в принципе неплохое. Уже намного лучше, чем было в прошлый раз. Хотя бы уже горохострелы стоят. Хоть какие-то. Потихоньку можно переходить к пенькам. Волшебник уже бежит вовсо всех ног. Прям торопится к нам. Надо ему здесь кучу препятствий сделать. Чтоб он потихонечку, не спеша, тратил всю свою энергию на вот этих маленьких грибочков. И не трогал наши горохострелы. Отлично. Потихонечку можно, наверное, переходить уже к пенькам. Пускай будут здесь. Следующие, наверное, в этом месте. По-моему, волшебники где-то в этих рядах шли, да? Надо все это пеньками защитить. Блин, тут куча надгробий. Надо быстро убрать отсюда все это дело. Падла, ну как так? И что нам делать? Давай хотя бы пусть один будет. Ну куда ты побежал? Ну, да елки-палки. Почему все время он меня подводит так сильно? Очень сильно подводит меня. Кабачок этот. Не надо меня так подводить. Попробуем его сдержать. И используем кабачок сразу на двоих. Или может горохострел справится с ним. Было бы тоже хорошо. Дохни давай, отлично. Ща мы тебя сдержим. Надо будет кабачок, короче, посадить сюда. Чуть попозже. Блин, не хватило. О! Засейвили. Отлично. Это хорошо. Блин, ты сдохни ты уже. Придется потратить. Иначе мы не справимся. Блин, только не вот этого. Пожалуйста, быстрее добивайте. Добивай падлу. Он мешает нам. О, засейвил. Сейчас он выйдет. Отлично. Ну, иногда, конечно, волшебники нам помогают. Но лучше пусть не помогает никому. Блин, вот ты, конечно, молодцы. Специально идут за ведрами, чтобы под защитой быть, да? Хитрые, конечно, эти зомби. Блин, я его даже поставить не успел. Как ты на него стрельнул? Ты уже замахнулся, я еще не поставил. Ой, надо здесь вот так вот сделать. Чтобы побыстрее снести этого зомби с ведром. Ну, третий ряд в горах острелов, наверное, мы сажать пока не будем. Солнышек не хватает. Мы оставимся вообще без солнышек. В таком случае. А это не есть хорошо. Совершенно. Так, осталось уже немного. Э! Почему? В смысле, подожди, там же никого не было. Какого фига? А, подожди, или это из-за того, что время? Подожди, сколько мы играем? Надо перевести, короче, название. Ну, короче, вот эту миссию надо перевести, что оно значит. Так, смотрите, если верить переводчику, нужно пройти уровень менее чем за 8 минут. Вопрос, а как это сделать? Типа, по-быстрому убивать зомбарей, чтобы сразу приходили новые. И чем быстрее мы будем убивать их, тем быстрее будут приходить новое мясо. Видимо, так. Блин. Ну, елки-палки, ну почти прошли же. Какого фига. Так, смотрите, я сделал пенек третьего тира. Кстати, это было бесплатно. Видимо, растения, которые мы открываем за челленджи, их можно бесплатно менять. И так вот, на третьем тире он стоит 75 солнышек, на 50 дешевле. При этом сила осталась у него такой же. Просто он стал чуть дольше перезаряжаться. Было 12 секунд на первом, а на третьем 20. На 8 секунд нужно дольше подождать. И хп у него стало меньше. Ну, в любом случае, я думаю, это не важно. Главное, что он стоит дешевле. И мы быстро сможем его посадить. Могила едов я решил убрать. Нам некогда вот так вот сидеть, все это грызть. И я взял вишню. Иногда, если у нас будет свободный солнышек, мы можем просто взорвать. Хотя, в дальнейшем, наверное, это не пригодится. У нас будут чисто горохострелы с пеньками справляться. Но вначале, может быть, разок бахнем. Хотя, конечно, вряд ли. Блин, мне кажется, вряд ли. Ну, гаргантюа еще можно взорвать. Не знаю. Да не, наверное, не нужно. Давайте все-таки возьмем обратно могила еда. И давайте мы включим секундомер, чтобы следить за временем. Это будет странно, конечно, но почему бы и нет. А то я не могу следить. Для меня это непонятно. И интересно, если я ускорю уровень, это будет влиять? Или как это работает? Пока что непонятно. А давайте попробуем сразу ускорить. Просто интересно, как это должно работать. И вот я, короче, включаю секундомер. Время пошло. Блин, странное, конечно, условие. Ну, ладно. Никогда не думал, что буду проходить уровень под секундомер. Короче, идем на рекорд. Рекорды в Гиннеса наш уровень занесут, когда мы пройдем. Максимальный рекорд. Спидран, короче, у нас спидран, точняк. Так, я, по-моему, уже не успеваю. Давайте сожрем вот это вот все сзади. Можно, кстати, пенек сразу посадить. А почему бы и нет? Отлично! Кстати, пенек-то неплох. Хоть хп у него стало меньше, но он все равно справляется. Выдерживает. Неплохо. Давай сюда посадим. Пускай здесь тоже пенечек будет. Да и, кстати, можно солнечных грибов сделать три ряда. Ой, сожрали пенечек. Печально получилось. Я не хотел. Короче, три ряда солнечных грибочков сделаем. Давай сожрем вот это. Блин, не успеем, да? Да, блин, ну ты падла. Могли успеть же. Так, солнышки. Нужно много солнышек. Богу солнышек. Пенечки. Пенек заряжается очень долго, поэтому надо побольше. Блин, стой. Стоять, ускорение. Снизу проблема. Давай используем кабачок. Все-таки. Здесь пускай будет солнечный. Здесь тоже мы солнечные сажаем. Вот сейчас вишенка была бы плохим растением, конечно. Да вздыхай уже, ты очень много растений превратил своих овец, блин. Так, все, пошла жара. Вот и первый гарганчуа подоспел. Давай еще пенек. Надо здесь поставить грохострел, чтобы убить волшебника. И ускоряем. Давай используем кабачок. А, о, прям вовремя. Все. Кстати, 4 минуты уже, жесть. Я не знаю, в ускоренном виде время тоже ускоряется или нет. Я надеюсь, что нет. Иначе жопа. Но по идее это странно, что время тоже ускоряется. Так не должно быть. Это вне правил, так не работает. Мы так не играем. Так, все, ускорение убираем. Иначе мы не успеем. Слишком все быстро идет. Здесь пенек. Так, гарганчуа каким-то образом слился. Я не заметил даже как. Надо срочно убирать. Их много? Да блин, отлично. Ну хотя бы двоих. И пенек освободили. Так, 5 минут прошло. Ну, 5 с половиной. Блин, ну если я сейчас не пройду, то я не знаю. Это будет очень печально. Я буду максимально печален этим событием. Так, ну короче, смотрим. Сейчас, когда пойдет волна, если вдруг опять каким-то образом сожрут меня, то значит, я что-то неправильно делаю. Так, ну волна пошла, вроде живем. Вроде еще хорошо все держится. Да блин, ну... 6 минут. То есть, когда мы ускоряем, тоже получается ускорение идет. Ну как тогда проходить-то? Как я могу сделать это быстрее? В чем прикол? Что за уровень странный такой? Ну единственное условие пройти менее чем за 8 минут. Ну таймера нет. Хотя бы таймер вывесили бы. Я не понимаю, как мне ускорить его. Странный, короче, уровень. Короче, напишите в комментариях, если вы знаете. Потому что я вообще не понимаю. Что за фигня? Как может быть такое странное условие? Дебильное какое-то условие. Блин, сегодня мы толком ничего не прошли. Только пенек, по сути, открыли. Но на этом я, наверное, закончу. Потому что... Прошло много времени. Блин, 2 часа почти прошло. Это все я снимал где-то минут 40, возможно. До этого я тоже примерно столько же проходил. Этот пятый уровень. Тоже какой-то странный, непонятный. Ну нужно, короче, другое растение, скорее всего, брать. Пока не знаю, что можно туда поставить. Но, может быть, мы откроем какое-нибудь классное растение. Которое было бы хорошо туда использовать. Короче, пока не знаю. Имеем, что имеем. Дальше пройти не получается. Ну, этот уровень вроде я прохожу. Уже что-то как-то получается. Но условия очень странные. И нет вот этого таймера. Я хотя бы, может, ориентировался бы. Хотя бы, может, что-то придумать можно было бы. Не знаю. Ладно, в любом случае, надеюсь, вам серия понравилась. Если вдруг мы не примем и не найдем никакого решения. В следующей серии пойдем проходить дальше. Такие дела. В любом случае, напишите, пожалуйста, советы. Почему мы не могли все это пройти. Надеюсь, все-таки понравилось хоть что-то. Если так, то ставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. На телеграм-канал тоже подпишитесь. А с вами был SkyNine. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Продолжение следует...